Всем привет! Орландо, Флорида и Викаева Спринт Стейт Парк обещают. Наконец-таки сюда добрались. Очень много люди видели съемок отсюда. Так, что здесь надо делать? Ничего не надо. Ничего не надо, поехали. Ладно. Это вот источник и окружают его дикие джунгли. И вот сейчас воочию посмотрим, что здесь и как. Сегодня погода супер, 25-27 градусов, 1 января 2016 года, футы, февраля. Так, сколько там, по-моему, шесть долларов. Шесть. Да. Здорово. Сколько вам? Шесть долларов. Снял бы, что ли. Ты че? Thank you. Что-то коснуло на фотик. Так, шесть долларов содрали за машину. Там разные условия. Если там в машине более, по-моему, четырех людей, еще чуть-чуть дороже. В общем, все парки, они облагорожены, платные. За это вы получаете чистые туалеты. Так, а ну, а ну, а ну, а как же он, дайк. Он спринс направо. Туалеты, облагороженную территорию чистую, мусорники, жаровни, парковку цивилизованную, охрану. Чистят территорию и сам источник, ухаживают и так далее, и так далее. Так что здесь нет такого, что парки... Есть, конечно, безусловно, бесплатные. Так, алкоголь нельзя. Ага. Так, на траву нельзя становиться. Так, окей. А, вон он уже, я вижу. Так, ну что, куда парковаться? Сюда прям далеко не ездить? Я не знаю. А? Давай сюда. Все, сразу заезжаем, пойдем смотреть, что-то. Я не знаю, купаться будем нет, потому что оно-то тепло, но здесь источник всегда холодный. Что, меня снимаешь? Ага. Вот. И не знаю, я вообще не морж никак ни разу, наоборот, мерзлявый. Не знаю, может быть полезу, посмотрим. Вот, друзья, 1 февраля 16-го года, тапки, шорты, майка фанатическая. Ха-ха. Вот. Вот. Викаева Спринг. Людомобиля не вижу. Ха-ха. Ладно, пошли смотреть. Безумные деревья готические. Такая тишина, я ору. Ой, классно. Ветра вообще нет. Людей мало, смотрю. Так. А сегодня понедельник, поэтому, а чё мы как-то не по-людски, вот там нормальная дорожка деревянная. Ну ладно, пошли. Как всегда. По-русски пошли. По-русски пошли. Как люди говорят, это через задницу есть, с обратной стороны. Господи, кто там лазит? Медведи. Дело в том, что здесь дикая природа. Здесь кто уходит, она говорила. Медведи. Да. Даже медведи эти. Эти грызуны, как они? Ну ладно, белки, это понятно. Скажи, как они, еноты или кто? Ну, наверное. Где такие буфи? Вот, смотрите, даже вот доступно для инвалидах. Вот он на халяске, дядечка, в призу. Спокойно сюда добрался и чувствует себя замечательно. Пойдем посмотрим вот эти мусорники. А, мы будем их проходить с ними, ладно. Вот, и здесь есть система этих стейт-парков, то есть парков штата Флориды. Есть очень удобный сайт, где можно всю информацию подчерпать и воспользоваться. И все парки, как бы, пошли на дорожку уже, а? Под единым таким, я так понял, руководством штата. И все они облагорожены и ими занимаются, и на этом зарабатывают деньги. То есть государство очень хорошее здесь, во-первых, налогосборщик, во-вторых, бизнесмен. То есть вот со всего бабло собирают. У нас парки как-то все брошены, то есть все бесплатные входы. При том, что я бы лучше заплатил и пришел бы в облагороженное место. Да? И воспользовался бы хорошим туалетом, хорошим тем всем. Классно, я как будто в любом видео. Вот. А вот эти мусорки, чтобы эти, чтобы не вредили. А, вот внутри педалька нажимается, и только так можно открыть. Тут уже вот они. Вау, как красиво. Угу. Никто не купается, вода холодная. Сейчас мы будем купаться. Да, мы купим, наверное, полезно. Для нас там холодные. Да ладно, у нас взявые жесткие, не смотря. Вы знаете, здесь люди, наоборот, мне кажется, более закалены. По крайней мере, они не мерзнут под этими сумасшедшими кондиционерами. Я вот в магазин любой захожу, все. Я через пять минут просто лединка. Мне нужно кофту брать, с машины одевать. Они в майках, шортах, им нормально. И они не болеют. Ничего. Как-то более закалены. Я, кстати, пытался, я от той же Люды понабрался, пытался закаляться, купаться под холодным душем. Ну что, у меня не выходит пока. Ну вот, он бьет, источник. Угу. Вот оттуда прям водит. Клянет. Как видно? Угу. Слушай, вода прозрачная, красивая. Вообще. Вот там Люда на любимое место. Там вот она весьма камеру ставит, и это плавает. Давай покрупнее подойдем. Здесь глубочайшее ущелье, откуда бьет этот источник. Да, опадина. Сколько там? Ну, не знаю. Помнишь? Ну, здесь крокодилы. Ну да, они дальше, но я думаю, все-таки там сетка должна стоять. Давай по кругу зайдем. И вот там, где вот тот мост, там идет, как бы, вот это, получается, такой закуточек для людей, а там уже все. Жесткое, дикое место. Там крокодилы и маленькие сюда, даже вот у Люды, помню, на видео, проникали, проплывали, пробирались и их тут вылавливали. Здорово, что людей немного. А сейчас час дня, и еще и поэтому, и понедельник. Я думаю, так как мир создан для жаворонков, и жаворонки вообще рулят, и все дела, хотя я их терпеть не могу, я сова, я думаю, здесь утром поживее, все перепираются с утра, как всегда, станут ни свет, ни заря, и прутся. Так как я жесткая сова, естественно, приперся в обед, отоспавшись. Смотри, смотри, а, вон рыбка, рыбка, видишь? Вот, и плюс того, что жаворонки уже откайфовали, уже смотались отсюда по делам. Я уверен, что утром здесь было живее. Пойдем. Вот. И людей прям вообще немного. Хотя летом, Люды, я видел на видео, вообще людей тьма, потому что жарюка страшная стоит по 40 градусов. А, это белый. Ну, боже, что-то. Жирная такая, вообще не боится. Вот. И людей, конечно, тьма, потому что источник прохладный. А, у нее там это, заначка, да? Она достала орех и ждет. Бон аппетит. Кстати, здесь очень популярно сказать не приятного аппетита, а именно бон аппетит на французский манер. Или она перепрячивает другую. Ля-ля-ля, перепрятала, подкопала, слышь, лапками такая, закрыла. Всякие растения описывают такие необычные. А что крокодилов не нарисовали? Какой-то. О, полез купаться первый смелый. А, и вон дядька. Так, ничего, эту воду попробую. А, вот смотри, скуд для инвалидов. А здесь Люда говорила закон во Флориде, что любой бассейн, любое водохранилище облагороженное должно... Должен вот этот спуск быть для... Кстати, такая же холодная. Холодная? Нет, нормально. Ну, прохладная, конечно, но я ожидал адского родника. Угу. Угу. Обратите внимание вот на каяки. Вот прям бабушка. Вот ни больше, ни меньше. Но ей лет, я не знаю, 70. На полностью седая. И она одна плавает на каяке. Ну, это вообще... Люди совершенно в другой реальности живут. Абсолютно. Причем там реально крокодилы есть. Не, я имею в виду, что, ну, не крокодилы, не в крокодилах дело, а просто то, что она вообще на каяке. Понимаешь? Угу. У нас люди пожилые, все, они... У них жизнь закончена, они сидят дома, все, они ничего не могут не позволить, не добраться. Вот, сними отсюда. Такой был этот холм классный вот для людей валяться. Вода безумно прозрачная. Супер. Прям хочется покупаться. И вот солнечная батарея. Причем нет фонаря. Хе-хе-хе. Прям. Зачем она... Прям. Такая плавка, если я открыть мой пол. Зачем она? Версунка, жди. Ага. Давай, как Люда. Ага, как Люда. Ага, как Люда. Ага, как Люда. Рады рождем, да. Вые волнатый раз. Затя не так, что он приходит. Пожалуйста! Я так не думаю, что это такое специальное место. Я так люблю, потому что это очень хорошо. Класс! Я так люблю, потому что это такое. Настоящая часть. Разрешенная часть. Это шум, потому что я очень люблю течить. Дядька плавает, стоячий такой каяк у него. Прям приятная водичка, не родниковая, ледяная, то что надо. Конечно здесь кайф с очками плавать, чтобы дно смотреть, рыбок, ущелье это, она вот девушка на камне каком-то сидит. Конечно страшновато, чтобы крокодил был, я помню на видео Люда маленький крокодильчик сюда заплыл, его ловили, он, если укусит, то нехило он оторвет кусочек, все-таки зубы у них как у акулы, загнутые вроде как, не такой уж он маленький был. Вот, wanted, разыскиваются еноты, они вот предупреждают, что крадут из сумок, все, будьте бдительны. Так, что тут еще, можно приводить своих животных, собак и так далее. Так, здесь вот мини кинотеатр, можно посмотреть видео про парк, это вот опять же зарабатывают бабло, можно купить сувенирные монетки с Викава Спрингс с животными, которые здесь обитают, вот енот, крокодил, черепашка и медведь. Вот на всем зарабатываются, ну это вообще молодцы. Свою монетку кидаете, здорово, и он делает вот другую монетку. Так, что здесь еще интересного? черепа вот этих животных, ужас какой, вон он крокодильчик, чучело походу, аллигейтер, чё ты тут, чучело, да? Бля, ушастый какой мишка. Florida Black Bear. Лиса. А это кто, забыл? Его вот. Выдра. Выдра, да-да-да-да-да. Ого, господи. Глянь, это чё, белка такая гигантская? Офигеть. А птичку нарисовали, нету чучела. А вон какая сала. Фу, не люблю чучело, это ужасно. Как можно, вот я не понимаю, к себе в дом повесить чучело? Странно. Так, ладно. Чё тут еще? Вау, змея. Так, ты кто такая? Red Corn Shake. Snake Shake. Coming soon. Ага, ага, вон еще змея. Так, сом делает свою работу. Моет, моет стекло. Да, чего только природа не сделала. Черепашка плавает. Эй. Недавно возле дома нашел панцирь огромный. От черепахи. И внутри это еще кости ее остались, скелета. Ну, почти что высушенные. Хотел в качестве сувенира взять. Потом думаю, ладно. Обойдусь. Ладно, финальный взгляд. Ой, кто это такие? Что-то много ребят сюда приехало. Наверное, на Каноэ. Такая здесь красота. Вот она, Викаева Спрингс. Здесь магазинчик. Опять же, зарабатывает бабло. Можно купить майки с символикой. И которые говорят, что парк основан в 1969 году, оказывается. Кстати, хорошее качество. 21 доллар. Плюс налоги. 25 долларов. Слушай, ну молодцы, да? На всем деньги делают. Ну, супер. Вот это мне еще понравилось. Ну, ладно. Кепки. Вот палки. 14 долларов. Плюс таксы. Батарея в магазине сдохла. Ну, в общем, там вот эти палки за 14 долларов плюс налоги. Лакированные обычные сучки такие длинные. Типа, не переставай изучать этот мир. Надпись. В общем, молодцы, конечно. В общем, вот такая вот поездка вышла. А, каяки еще посмотрел. Стоят там в аренду, значит, на 2 часа. Двойной каяк, что-то там 24 доллара. Одинарный 19. Это все с налогами, с таксами. Ну, и в общем, нужно еще оставлять в качестве депозита ID. Так что вот так. В общем, конечно, здоровское место. Вон, сколько еще парковок. Все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok